Дмитрий Живоглядов Я узнал в день игры, как раз мы играли с Динамо, так что как-то так. Что значит для футболиста вообще первый вызов в сборную? Ну, это большая радость на самом деле и честь, и гордость защищать страну, так что... Вот, ну, наверняка понимаешь, как ты выступал за клубы в Еврокубках и в чемпионате России. Ну, понимал, что такое возможно быть, ну, готовился, может быть, морально к этому. Понятно, что пока нет фамилий в основном списке, ну, говорить, собственно, не о чем, но тем не менее. Ну, главный тренер сборной сказал, что следят за всеми. Видно, увидел и вызвал. Что уже знал о сборной России, потому что одноклубники часто сюда приезжают. И Антон Миранчук сейчас, Гильерми, Алексей, хоть уже не одноклубник. Только по все положительное, то, что здесь хорошая атмосфера, хороший коллектив. И это главная команда страны. Самому, может быть, что-то бросилось в глаза особенное, ну, даже по сравнению с клубом. Вот ты приехал, было понятно, что это особая команда сборная? Да, конечно, здесь и внимание, и все. Это сразу же бросается в глаза, все отношения здесь. Здесь собраны лучшие игроки страны, можно сказать так. Вот ты сказал, что получил в воскресенье информацию о том, что вызвайте мне. И в этот же день вот была не очень удачная игра с Динамо, как-то не повлияло. Это, может быть, на настроение, на ощущение какое-то. Нет, нет, это ничего не повлияло. Ну, просто, видно, сложилось, сложился так день, да, проиграли игру. Но сейчас уже это в прошлом, сейчас уже все мысли только о сборной. В Локово, ну, обычно ты выступаешь на позиции правого защитника. Что думаешь по поводу этого относительно сборной? Понятно, что может быть конкретно еще. Немного информации, но, тем не менее, готов ли сыграть там, может быть, на других позициях? Ну, справа, слева в защите. Вот эти две, наверное, основные мои позиции. Как так. То есть большой разницы для тебя нет? Ну, по сути, нету, да. Дима, ты же выступал, я так понимаю, если я правильно помню, за юношеские сборные еще России, да, по своему году. То есть наверняка многих ребят знаешь, что здесь они тоже присутствуют. Да, и юношеские сборные зацепили, и молодежные сборные как раз зацепил. Так что большинство как раз вот это поколение, которое сейчас сборной, да, молодое, как раз мой возраст со всеми почти знаком здесь. То есть адаптации никакой, сложности никаких, в принципе, быть здесь не должно быть? Нет, нет, в этом плане не должно быть ничего. А соперника что-то слышал вообще? Вот увидел наверняка матч сентябрьский, октябрьский, там Турция, дважды мы с Венгрией сыграли, вот сейчас Сербия. Да, смотрел все матчи, конечно, по поводу Турции, это техничная быстрая команда, да, там Сербия. Это там хорошие очень игроки, квалифицированные, выступают в европейском чемпионате, так что будет тяжелая игра. Все, спасибо.